Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Я уже делал обзор на распаковку этой модели, посмотреть комплектацию, посмотреть внешний вид, сможете по ссылочке вот здесь. А сейчас хочу рассмотреть более подробно данную модель, так как модель очень интересная, модель является флагманской, называется модель TSL W300, и хочу начать свой обзор с рассмотрения технических характеристик, через программку Antutu. Значит, данная модель набирает порядка 15-16 тысяч баллов, вот в данной ситуации 15-06-66. Из технических характеристик мы видим, что эта модель называется W300, у него идёт MTK6589 процессор, он является турбированным, это видно вот здесь, 4 ядра по 1,5 ГГц. Значит, 32 ГБ у него встроенной памяти, разрешение экрана Full HD, 1920 на 1080 пикселей, 12,6 Мп камера у него задняя, хорошие снимки, хорошее видео снимает, обязательно покажу. фронтальная камера достигает, ну, по моему мнению, где-то 5 реальных мегапикселей, тоже, кстати, с автофокусом. Фронтальная камера тоже очень хорошо сделана. Antutu показывает, что фронтальная камера у нас 8-мегапиксельная. Что у нас есть из основных датчиков в данной модели? Давайте посмотрим через программу Z-Device Test. Значит, есть у нас компас, есть у нас хороший GPS, Wi-Fi, Bluetooth, акселерометр, само собой, датчик освещенности, датчик приближения, обязательно, также у нас вспышка в телефоне, датчика гироскопа нету. Рассмотрим, сколько у нас точек касания в данной модели. Их у нас 5, не 10, как в аналогичных моделях. Экран у нас очень такой сочный, яркий, никаких засветов, пикселей битых в данной модели нету, что радует, то есть, производитель подошел к этому вопросу довольно-таки серьезно, и экран получился действительно не только сочным и ярким, но и качественным. Хочу показать вам несколько скриншотов тестов данной модели, которые касаются аккумулятора. Аккумулятор данной модели заявлен на 3300 мАч, я его тестировал через Antutu Tester, набирает он 531 балл. Вот, все вот эти результаты. А также я тестировал данную модель, данную работу аккумулятора со 100% в режиме игры, у меня был запущен Citadel Test. Вот, его хватило на 2 часа 40 минут до 15%. В принципе, это нормальный, хороший показатель для дисплея такого размера 6,5 дюймов, поэтому я могу сказать, что 3300 это реальная емкость данного аккумулятора. Конечно, гордостью данной модели является в первую очередь экран. Тут IPS-матрица шикарнейшая, тут большие значки, большой, большой сам по себе дисплей с разрешением 1920 на 1080 и давайте посмотрим некоторые картинки под разными углами, насколько сочно они отображаются и как это все выглядит. Я сравнивал данную модель с аналогами от ZOPO 990, то очень сложно найти отличия, скажем так, или выяснить, какой же экран у нас все-таки лучше, потому что и тот, и тот экран действительно очень яркий, может быть, несколько отличаются тона, вот там, может быть, более холодные, более какие-то горячие тона, то есть, одни цвета более ярко смотрятся, другие менее, то есть, ну, в целом, экран очень добротный, без всяких нареканий. Очень удобно на данном разрешении, на данном размере экрана просматривать, допустим, видео, тем более, что динамики у данной модели звучат довольно-таки громко, вот давайте просмотрим данный ролик. изображение абсолютно не преломляется, звук чистки хороший, громкий. Также, когда я снял видеораспаковку, были заданы вопросы уделить внимание связи и микрофону, который встроен в данную модель. По поводу связи нареканий никаких нет, смартфон работает с двумя сим-картами, я тестировал, сейчас у меня сим-ок не стоит, но мы тестировали эту модель, абсолютно связь на полную катушку работает, то есть все палочки. По поводу микрофона, вот тут есть у нас диктофон и мы можем с вами прямо сейчас попробовать что-то записать. Как видите, вот эта стрелочка дергается, значит мой голос записывается в принципе нормально. Ну и давайте прослушаем, что у нас вышло. В принципе микрофон хороший, довольно таки хорошо все слышно А поэтому ничего плохого по этому поводу сказать не могу Прошивка у нас в данной модели 4.2 Android То есть он полностью русифицирован По стабильности работы я не замечал никаких вылетов софта То есть все программки, все работает нормально, довольно таки быстро работает Иногда вот по рабочим столам, вот видите, немножко он подтормаживает Но возможно это все решается, ну точнее невозможно это все решается 100% той или иной прошивкой То есть это уже на ваше усмотрение Ну то есть только на рабочем столе, у меня сейчас рабочие столы загружены по максимуму То есть много иконок и вот так вот он в режиме рабочих столов работает Удобно с таким дисплеем конечно же пользоваться интернетом, работать в браузере Давайте посмотрим, попробуем что-то поглазать, посмотреть Во-первых, мультитач работает великолепно То есть картинка вот эта вот не глючит, не тупит Можно быстренько увеличивать, что нам нужно Все прогружается максимально хорошо YouTube приложение также отрабатывает отлично На таком экране удовольствие просматривать любые ролики Звук качественный, изображение четкое Давайте посмотрим, как оно работает, с какой скоростью закачивается Сейчас смартфон подключен через Wi-Fi Как я уже говорил, модель построена на базе четырехъядерного процессора MTK6589T Каждое ядро имеет по 1,5 ГГц частоту Оперативная память у нас в данной модели достигает 2 ГБ Поэтому очень интересно посмотреть, допустим, как работают на данной модели современные игры То есть замечательно! Мультитач� haw espремothes Оперативная память у нас в разделе Как оперативная память у нас в съезде Оперативную по планете Прcu peux он установить П Nazь Dr. Глоб Sound Что такое? Про onda Вы переходите Кстати, д fühлься Камера данной модели Имеет 13 мегапикселей реальных Фронтальная камера по Antutu показывает 8 Я считаю, что фронтальная у нас реальных 5 Вот я хочу просто показать вам несколько фотографий Которые я делал данной камерой Ну вот, например, я фотографировал довольно-таки сдалека И вот такое-такое качество фото у меня получалось Это основной камерой фотографии Я эти фотографии и видео обязательно загружу Чтобы вы посмотрели в полном размере эти видео И хотел показать вам Вот эта фотография сделана фронтальной камерой Ну, как бы Судить о качестве фото, конечно же, вам Но, как по мне, то для фронтальной камеры Это просто супер качество Мне очень нравится, как сняла фронтальная камера По настройкам самой камеры Тут, в принципе, все более-менее стандартно 12,6 мегапикселей основная камера выставляется Если мы перелеснем на фронтальную камеру То у нас в настройках здесь будет 8 мегапикселей И из стандартных настроек Тут обнаружение лица Улыбка И HDR в различные форматы Ну, стандартно все По поводу GPS GPS у нас также в данной модели неплох На улице ловит он все спутники отлично То есть, ну, мне понравилось, как работает GPS Хочу продемонстрировать вам скриншоты Которые я делал, когда тестил этот GPS Вот у меня скриншот такой И вот еще вот такой То есть, вы видите, что точку он споймал Все, в принципе, можно и через Navitel следовать за GPS В целом, можно подводить итог Модель для специфических людей Для специфического клиента То есть, модель большого, действительно, размера Она подойдет для автолюбителей Для навигации Для любителей просмотра фильмов в дороге В принципе, аккумулятор довольно-таки хороший 3-300 мАч В режиме игры до 3 часов он будет работать Великолепная камера Что задняя камера, что фронтальная То есть, для связи с родными Через Skype данная модель также отлично подойдет Из минусов Ну, из минусов, лично по мне Не нравится вот такой вот действительно большой экран Также, один из основных минусов Вот эта вот механическая кнопочка Я замечал в процессе пользования телефоном Вот если ее как-то неудобно нажать То она может немножко туда запасть И нужно ее потом просто вынуть, скажем так Из вот этого запавшего состояния Вот, она у меня сейчас запала И ее нужно... Вот я ее поправил Она уже нормально нажимается В принципе, это такой минус, который Ну, вы сможете заметить уже только в процессе эксплуатации Но в целом смартфон покоряет своим большим Действительно гигантским экраном Большими размерами Великолепной матрицей этого экрана И отличными камерами По прошивке, ну, возможно, нужно дорабатывать Возможно, нужно прошиваться В принципе, на этом все Спасибо за внимание Ставьте лайки, если нравятся мои обзоры Следите за нашим каналом Будет всегда интересно Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok